О том, как будет складываться дальнейшая работа фонда Самрук Казына, 24 января рассказал его председатель Алмасадом Саткалиев на своей странице в Facebook. В своем посте председатель фонда заявил, что у фонда появился уникальный шанс провести реформы, которые активно обсуждаются в обществе. Саткалиев также отметил, что на данном этапе ведется диалог со всеми, кто готов поделиться конструктивными предложениями для того, чтобы включить их в новый проект программы реформирования. В ближайшее время эти планы будут опубликованы в открытых источниках и на нашем корпоративном сайте. Мы ответим на все ваши вопросы. В качестве базовых принципов определены открытость и подотчетность, устранение барьеров для бизнеса, социальная ответственность и борьба с коррупцией. Переломным моментом, на мой взгляд, может стать возможность прямого участия граждан Республики Казахстан во владении активами фонда, как элемент справедливого распределения национальных богатств, говорится в сообщении. Саткалиев также рассказал, что для будущих реформ предлагается ряд беспрецедентных мер, которые будут направлены на изменение структуры взаимоотношений на рынках нефти. Газоугля железнодорожного транспорта, электроэнергетики и телекоммуникаций с целью решения ключевых проблем в экономике страны. Саткалиев также анонсировал, что для пересмотра системы закупок, усиления механизма поддержки отечественных товаропроизводителей МЗС проведут встречу с бизнес-сообществом в формате открытого диалога 26 января. Напомним, в ходе встречи с бизнесменами 21 января президент Такаев заявил, что готов расстаться с фондом, если тот не станет прозрачным и эффективным. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справиться с задачей реформирования уйдет в небытье. А вместе с ним и сам фонд. Опыт и экспертиза частных компаний и отдельных предпринимателей, в том числе сидящих здесь, должны быть использованы в работе по реформе фонда, уточнил президент.